Девочки, я сидела, чай пила и прямо вот знаете, крутится, крутится в голове у меня эта информация про хирурга-то из Краснодара, который сегодня в аэропорту задержали, которая делала пластические операции, хирургические операции, дело без диплома, представляете? Я вот так думаю, знаете, такого раньше никогда не было, вот эти частные клиники, да, или если раньше гарантия какая-то была, мы даже думать об этом не думали, чтобы прийти в государственную больницу, да, девочки, хочу это, голубику вот такую покупаю, смотрите, какая вкуснятина, и я открываю коробку, и в государственное учреждение медицинское мы приходили, у нас даже мысли никогда такой, не созревало, что какой-нибудь шарлатан принимают в каком-то кабинете, а вы посмотрите, что сейчас творится, нет, нет, и опять начинается, то мужчину задержали в Челябинске, вот в нашем моем родном Челябинске, мужчина работал в областной больнице, представляете, без образования и что вытворял там, а теперь здесь в Краснодаре пластика, вот вам пластика, вы мне все говорите, идите, подрежьте, обрежьте, урежьте, вы что, я боюсь как огня этого, Левочку, Леве когда, в том году в апреле делали, мы ему аденоиды удаляли в Екатерининской клинике, а до этого он у меня заболел, заболел, простыл, прямо полминус сопли, у него все время был, и нам назначили перед операцией антибиотики проколоть, в общем, там процедурки все поделать, и я пришла здесь рядом у нас, вместо Екатерининской, думаю, что я буду туда ездить, так далеко, вот, пришла сюда в клинику, рядом с домом, днем поставили ему антибиотик, вечером нужно, два раза в день надо было ставить, вечером мы пришли, она уже отказалась нам ставить, у нас лицензии нет, днем мы поставили, у вас лицензия была, вечером у вас лицензии оказалось, что нету, а я еще до этого ходила к ним, ходила и думала, тоже приболела, по-моему, весной, да, я приболела, и пошла к ним, пошла, думаю, терапевт пусть меня посмотрит, прихожу, а на вы на операцию? Я такая, ну какую операцию? Вы что, нет, я просто заболела, мне нужно послушать и меня, выпишите мне таблетки, лекарства там какие, а потом смотрю, в коридоре-то там сидят дофига, и нос переделанный, и весь, все лицо перемотанное, подтяжка в круговую, видимо, делали там, капец, а у них, оказывается, и лицензии нету, чтобы процедурно кабинет работал, так о чем тогда вообще там говорить, значит, нелегально делают, все шито-крыто, капец, а я еще, знаете, знаю почему, я еще так удивлена была, я знала девочку, которая без образования, без медицинского, нашла подработку в медкабинете у врача, медсестрой подрабатывала она, я говорю, а как ты подрабатываешь, ну там такие манипуляции, что и не надо образование, как не надо образование, ну мне все показали, вот я заменяю, пока замещение идет, мне все показали, что делать, как стерилизовать там, как и что, а потом проговорилась, я долбежку помогала делать, видимо, в зубном кабинете, я уже потом поняла, в зубном кабинете, и везде, и потом, а потом-то вообще, девочки, перед отъездом из Челябинска, Мася, перед отъездом из Челябинска девочки, ну вообще наглая, в твали, встретила знакомую, она всю жизнь проработала в торговле, была продавцом, потом была зав. отделом, потом была управляющей, потом менеджером по продажам была в хорошей фирме, и фирма развалилась потом, я ее встретила, говорю, ну что, как дела, она, я без работы сижу, а потом перед отъездом сюда уже, ой, девчонки, солнце отсвечивает, перед отъездом сюда уже, в Краснодар, мы с ней созванивались, она мне говорит, я работу нашла, я говорю, ой, как хорошо, что, по специальности пойдешь, она мне говорит, нет, я в другом месте нашла, а потом в другом месте, а что, где, в железнодорожной больнице, в больнице нашла, я говорю, а как ты там устроил, ну знакомый врач у меня пристроил, у меня там, медсестрой в кабинет, я всю жизнь мечтала об этой работе, мне так нравится, но она, по-моему, курсы какие-то закончила, или повышение квалификации, или курсы какие-то закончила, девчонки, солнце светит на высокий этаж противоположного дома и отсвечивает мне сюда, и вот, и в общем, вот так вот, всю жизнь проработала в торговле, а медики, пусть даже медсестра, медицинская сестра, мне кажется, она все равно должна закончить медучилище, это вот, ну я так думаю, чтобы оказывать такие квалифицированные услуги, это же, знаете, медсестра, ей укол в вену поставить, ей просто поставить укольчик, и все препараты надо знать, мне кажется, это все равно сложная работа с людьми, это не просто так, знаете, языком поболтал, и все, дела сделал, и пошел, это же манипуляции с человеческим телом, с организмом, и как, как вот, я не знаю, как это, и у этой вот, ну вот, с Краснодара, которую задержали, у нее же, посмотрите, какое резюме было, она же, видимо, где-то работала, где-то, видимо, она работала до этого, она или медсестрой, или кем-то, потом просто человек с улицы не может так, девочки, прийти и начать сразу оперировать, значит, где-то у хирурга была, работала медсестрой, или еще кем-то там, операционной сестрой какой-то работала, что была связана со всем этим, и знала и все институты, и курсы повышения квалификации, и все, что угодно, она все рисовала, все делала там. Одно время же вообще было распространено, делали и дипломы, и корочки, и что только не делали, это сейчас уже в реестре начинают проверять, а закончил ли человек институт, там, техникум училища, или не закончил, когда он учился, в каких годах, то есть вплоть до этого, это же вообще, это просто какой-то нонсенс, это нонсенс, и вот так вот идешь, да, и кругом эти частные клиники, частные клиники открываются, вот вам и режут, и режут, и порят, и женщины молчат, ходят, потому что думают, что сделал квалифицированный специалист, ну, с кем не бывает, это ошибка, это еще что-то, а потом, когда начинают копать, оказывается, боже мой, что творится-то, это, ну, я не знаю, даже вот, даже вот, даже вот, даже вот, и мне кажется, знаете, все равно как-то ответственнее были раньше, заканчивали институты, заканчивали медицинские училища, все равно какая-то ответственность была, потому что старый педагогический состав, он все равно был подкован, мне кажется, намного больше, чем сейчас, но что такое, медакадемия сейчас учится, да, и если раньше прямо все пять курсов ходили каждый день на лекции, и практика, и что только было, а сейчас какие-то самообучения, что за самообучение, пока не начинается практика, какие-то самообучающие, сидят по этим, девчонки, извините, кашляю, сидят по общежитиям, и просто ходят там, знаете, сессии сдают, и все, или дома вообще сидят, или в электронном виде это все, ведь живое общение никто не заменял, если раньше лектор читал лекции, да, преподаватель читал лекции, нужно было отсидеть там 45 часов, да, то есть ты все равно вникал, а ведь очень много из лекций и своей практики человек рассказывает, и показывает, и рассказывает всего, а что это в интернете, ну что это написано, и то, что пишут в интернете сейчас, это же просто ужас какой-то, это кто сидит там и это все пишет, я не знаю, потому что информацию нужно делить на 3, на 4, на 5, ну в общем, вот, девочки, вот я под впечатлением, я вот сижу и думаю, вот так вот, знаете, пойдешь, да, куда-нибудь, поэтому только вот клиники, которые, у которых есть аккредитация, у которых есть лицензия, в поликлинике в нашей, ну не в частной, в государственной поликлинике, они тоже все получают лицензии, что заставляет, значит, заставляет цена идти в такие, да, в такие клиники, что люди идут и делают операции, и грудь там, и подтяжку, и перетяжку, и нос, и все, что угодно делают, и животы убирают, и липосакцию, значит, цена, единственная цена, выискивают где подешевле, где еще что-нибудь, вот, девочки, телевизор, вот телевизор, который стоит 12 тысяч рублей, больше даже 12 тысяч рублей, я сегодня уже смотрю в интернете по 6 тысяч, шарлатаны продают по 6 тысяч, рекламное предложение по 6 тысяч рублей, так, что, девочки, вот такие дела, все, немножечко вроде, немножко получше мне стал, вот вам и медики, я тоже не люблю в больницы ходить, я не люблю ходить в больницы, я более-менее знаю, какие антибиотики пить, я более-менее знаю, что-то от кашля пить, все, от простуды, а больше, или больше мне ничего и не надо, антибиотик стала пить, вот два дня, третий день пью антибиотик, стало намного лучше, сразу, прямо, все, сразу, сразу начинает это все проходить, а без антибиотика, на травках, там, знаете, до бесконечности можно эти травки пить, я завариваю целыми чайниками, что толку, если это инфекция, вот инфекция попала уже у тебя, все, она развивается, бактерии там развиваются, их надо убивать, больше никак, ни медом, ни картошкой, ничем, это бесполезно, это может быть полегчает от того, что отхождение будет мокроты, и всего, но сейчас только лекарств, которые, знаете, могут и два-три дня, четыре уже и все, начинается отхождение, так что, девочки, вот такие дела, вот колубичку ем, сижу, вкуснятина, дорогая правда, девчонки, ну вкусная, яблоки надоели уже, яблоки, бананы, уже, знаете, хочется, чтобы быстрее уже, Виктория пошла, персиков хочется, там уже в табрисе лежат персики, нектарины лежат, но я не знаю, откуда их везут, потому что еще не сезон, не сезон, а дело в том, что не сезон, сейчас, знаете, все эти, на биологических, биологических станциях, выращивают, помидоры на капельном, выращивают, взращивание, огурцы на капельном взращивании, клубника на капельном взращивании, ну то есть, раствор, хочется натурального, девочки, вкуснятик, девчонки, сидит слушает, не отходит от меня, ни на шаг, мастичка, слушаешь маму, да, мамочку слушаешь, ой ты любимая моя, да любимка моя, любимочка моя, сидит слушает, девочки, ну все, ваше мнение, пишите, девчонки, пишите, вот как, вот я не знаю, неужели такую, вот знаете, неужели так можно выучиться, да, где-то, это вот надо, вот таким вот быть человеком, резать по живому, скальпелем, она где-то, видимо, работала, она точно так же, знаете, может с поддельным дипломом работала, где-то в хирургическом кабинете, скорее всего, у хирурга, потому что, и все, и насмотрелось, этого всего, как, что, примерно знает, как делать, как, что, вот, знает все препараты, которые вводятся, знает работу, зашивает, как это, что, это если год, два, три, нормальный человек поработает, с каким-то хирургом в больнице, он все это будет знать, как обычная медсестра, должна все знать, этому можно научиться, но одно дело научиться, а другое дело шлюпать это сюда, представляете, девчонки, что-то с телефоном у меня стало, короче, капнула вода у меня, на море, когда была я, капнула вода, дождь был, и теперь, приходит смс, раньше у меня загорался экран, или, допустим, звонил мне кто-то, экран загорался, я видела, кто звонит, теперь я ни черта не вижу, вот, приходится нажимать, открывать, ой, сколько всего, сообщений, ну, ладно, девочки, давайте, всего доброго, пока-пока, заходите на второй канал, на мой, корона жмет, сейчас что-нибудь туда выброшу, там, кстати, мне очень нравится этот канал, корона жмет мой, потому что там коротенькие сюжетики, из инстаграма, я все, все в кучку, и получается, очень даже интересно, вот, заходите на канал Масили, мои кошечки-масечки, заходите, на канал Масили, канал кошки-мама-отличника, канал Масили называется, там про Масечку, про мои сюжетики, кто кошек, девочки только любит, да, кто кошечек, собачек, кто любит, там про Масечку у меня, канал, а что мне делать-то, вот и шлепаю, все равно смотрите, смотрите же, все, девочки, пока-пока,